Здравствуйте еще раз всем, кто подключился. Меня зовут Алексей. Сегодня наш вебинар будет посвящен работе с сетью как с базовым протоколом HTTP, так в том числе и с WebSocket. Сначала я расскажу общие слова о том, какие инструменты доступны в системе для того, чтобы работать с сетью. В общем, в общих словах про C++ составляющие и чуть более подробнее про QMA. После покажу прототипы, демонстрационные приложения, как работать с сетью. Начнем с информации о модуле Qt Network. В нем реализованы все классы и методы для работы как с TCP соединением, так и с UDP. И поверх реализации TCP в том числе представлена и реализация HTTP протокола. С помощью нее можно создавать как сервер, так и клиент. При этом можно реализовывать поверх TCP класса и собственной реализации нужных вам протоколов. Например, можно реализовать IMAP протокол для почты. В том числе и WebSocket поставляется отдельным модулем, но он тоже опирается на модуль Qt Network. И входит в стандартную поставку Qt, которая есть в нашей операционной системе. Для того, чтобы в своем приложении работать с сетью, потребуется сначала в SPEC файле объявить зависимость, или, например, в YAML, который сгенерирует вам SPEC файл с названием, в нашем случае, Qt 5, Qt Network. И после этого, когда пути к библиотекам в SPEC файле будут определены, можно подключать в профайле Qt Network модуль и в конкретном файле на плюсовой части подключать заголовочный файл Qt Network. При этом в этом модуле имеются такие классы и компоненты. Network Access Manager для формирования, собственно, сетевых запросов, управлениями, управлением таймаутами и прочими вещами. И реализованы для стандарта HTTP Network Reply и Network Request классы, которые могут содержать информацию о сетевом запросе и ответить на него. Подробнее про них далее. Network Access Manager, собственно, содержит все те методы, которые мы ожидаем от HTTP соединения. Get, Post, Put, Delete. Также он позволяет нам поставить какую-то специфичную для приложения прокси и установить какую-то нужную нам логику кэширования, как для кэширования самих запросов, так и для, например, данных, идентификации для запросов. На вход аргументов для запросов Get, Post, Put, Delete принимается объект класса Network Request. И, собственно, для его формирования нам нужно указать следующие параметры. URL, собственно, основное свойство URL-запроса. Дополнительные какие-то заголовочные аргументы через метод SetHeader. Причем как из известного списка known header, перечисления, так и произвольного, который, например, специфичен для нашего протокола, просто по имени. И адрипуты запроса для конкретного, опять же, протокола, например, как вести себя при редиректорах и подобные вещи. В ответ на сетевой запрос Network Manager выдает объект Network Reply. Он, собственно, содержит и ссылку на исходный запрос методом Request, который можно получить, содержит URL тех данных, которые мы получили или отправили, содержит заголовки и содержит атрибуты, аналогичные только реквестам. Также можно получить сетевую ошибку обработки запроса через этот класс, и она имеет тип Network Error с собственными свойствами. Ну, это на стороне C++, и поговорим, как можно выполнить, например, get-запрос на адрес cutproject.org с определенными параметрами вашего клиента для этого. Сначала создадим объект Network Access Manager, после подготовим запрос, который будем отправлять через него. Этот запрос назовем Request, и установим ему URL cutproject.org, и заголовочный файл, заголовок user-agent для отправки информации серверу о том, каким браузером мы пользуемся. В этом случае мы используем rowheader, хотя можно использовать, поскольку user-agent известный, заголовок, можно использовать и его из списка перечислений. После получим от менеджера указатель на возвращаемый ответ, reply. То есть вызов метод get мы можем его получить. И для полученного объекта ответа свяжем следующие его слоты. ReadyRead, Networker.org и SSL.Rows. Каждый будем обрабатывать во внутреннем методе нашего класса. И, например, ReadyRead будем обрабатывать методом слот ReadyRead, в котором сначала мы получим от внутренних механизмов Qt объект reply через вызов метода Sender. А после у reply проверим, что нет ошибок, и прочитаем все содержимое ответа. Выведем его в командную строку. Ну, здесь показан довольно базовый способ get-запроса. Конечно, на S++ составляющий обычно реализуют более сложную логику обработки ошибок, аж повторных запросов и подобных вещей. Причем, если у нас какой-то сложный API, то обычно используются еще какие-то более ускорные абстракции, чтобы не усложнять структуру нашего класса. Если же мы говорим про WebSocket, то это стандарт, который в начале нулевых был предложен RFC, и после где-то в 10-х годах был стандартизирован V3C для веба. То есть он доступен во всех современных браузерах, и в отличие от рассмотренных HTTP-запросов позволяет построить полный дуплекс для соединения. То есть клиент может не только обращаться к серверу, но и сервер сможет отправлять клиенту какие-либо сообщения, не дожидаясь, что к нему поступит какой-то запрос. Это удобно в определенных задачах, сильно зависит от самих задач, но, например, для построения каких-нибудь средств коллаборативной работы, допустим, например, текстовые редакторы, которые бы позволяли работать нескольким людям одновременно, или чаты, то есть там, где обновление состояния для каждого из клиентов может усложнить работу сервера, и в этом случае может иметь смысл упростить и перейти с HTTP-протокола на WebSocket. WebSocket тоже работает по TCP, как и HTTP, и посмотрим подробнее, как можно работать с ними на стороне Qt. Для этого нам нужно, опять же, по аналогии с модулем Network, сначала указать в зависимости нашего SPEC-файла модуль Qt5.qt.websockets, после подключить в профайле проекта модуль WebSocket. И после этого мы сможем работать уже на плюсовой стороне с заголовочным файлом модуля QtubeSockets или на QML стороне с модулем, также называющимся QtubeSockets, но тогда нам нужно явно указать в нашей системе зависимость от декларативной части. IP-интерфейс для WebSocket на QML и C++ стороне похоже, но это не случайно, потому что, собственно, QML-реализация — это обертка над C++ составляющей, и в WebSocket у нас класс для работы клиента, и в WebSocket сервер — для работы сервера. Также есть помогательные классы, например, Mask Generator, для того, чтобы обеспечивать работу по стандарту WebSocket. По стандарту требуется, чтобы фреймы маскировались для того, чтобы защитить от определенного вида уязвимости. То есть каждую часть пакета по стандарту нужно уникальным для клиента маской рандомизировать. И также специальный вспомогательный класс, который мы тоже сейчас не будем усматривать, по обработке Cross-Origin запроса. На QML-составляющей нам доступны следующие свойства класса WebSocket. Собственно, URL — URL для сервера, под которым мы подключаемся. Свойство Active — включен или выключен наш клиент. Статус, чтобы отслеживать ошибки или изменение состояния с подключенным на выключенной. И возможность получить сообщение об ошибке, принять текстовое сообщение и отправить текстовое сообщение. Посмотрим, как выглядит работа с WebSocket на QML-составляющей. Объявим объект WebSocket, присвоим ему идентификатор, укажем URL echo-websocket.org. Как можете видеть, префикс по аналогии с HTTP называется WS. Если это просто WS префикс, то это незащищенное TCP соединение. Если WSS, то это защищенное SSL TCP соединение. Echo WebSocket.org — это публичный сервер, который отвечает тем же сообщениям, которые вы прислали этому серверу. И установив свойство Active True по умолчанию, мы сразу подключимся к этому серверу. После будем отслеживать состояние нашего клиента, то есть показывать ошибки в случае каких-то проблем. И будем в случае с получением нового сообщения от сервера выполнять определенные действия, реагировать определенным образом. Об этом подробнее в примере. Также, в отличие от HTTP сервера, реализация которого недоступна по умолчанию в KML и предлагается в зависимости от задачи использовать либо собственную, либо какие-то сторонние библиотеки, в AppSocket сервер есть сразу из коробки в библиотеке Qt. Свойства похожи на свойства клиента, дополнительное свойство Listen, то есть можно, например, его менять для того, чтобы не слушать в какой-то момент подключения. Имя сервера для инициализации общения. И основное свойство, отличающееся от клиента, это Client Connected, которое передает нам, собственно, объект в AppSocket, который мы рассматривали ранее, при каждом новом подключенном клиенте. Их можно хранить в каком-то списке, чтобы отвечать каждому из них или обрывать соединения. Когда я ранее показал плюсовую часть для работы с HTTP-запросами, она, возможно, для начинающих показалась, ну, сложно, если не знаком с C++ и с Qtp. Для тех, кто уже знаком с JavaScript-разработкой, в QML есть интерфейсы, похожие на JavaScript, поскольку QML также следует тому же стандарту языка икмоскрипт, именно 6-й, как и JavaScript. И у нас есть для работы с HTTP-запросами не только Network Access Manager и перечисленные методы на странице плюс-плюс, но и стандартный XML-HTP-реквест интерфейс для работы сразу на странице UML. Его методы такие же, как и JavaScript, поэтому если искать, допустим, какие-то обсуждения или примеры по тому, как выполнить XML-HTP-реквест на JavaScript в каких-то клиентах, интерпретаторах, то они могут подойти и для темы представляющей. У него есть метод open для того, чтобы инициализировать запрос с передными свойствами, адрес запроса, как его выполняется синхронно или синхронно, какие-то параметры подключения и тип запроса get, post, put или delete. Метод send для непосредственной отправки после инициализации, способа отследить состояние его и получить ответ через респонс-текст как строку. Вот именно с этим интерфейсом XML-HTP-реквест я буду показывать прототипы приложений для работы с сетью. Например, как можно им воспользоваться? Мы используем функцию реквеста, с помощью которой мы хотим обратиться на сайт Qtio и в качестве обратной связи обработчика мы определим функцию, которая будет нам просто в консоль вызывать свойства респонс-текст в случае успешного ответа. И в реализации этой функции мы создадим новый объект XML-HTP-реквест и определим функцию, которая будет срабатывать при вызове onReadyStateChange, то есть при изменении состояния. В случае, когда состояние наше поменяется на выполненное, XML-HTP-реквест done, мы выполним наш определенный коллбэк, нашу функцию, которую мы хотим вызвать в случае успешного выполнения запроса. Определив функцию обработчика на изменение состояния, мы инициализируем сначала наш запрос тем, что это будет запрос get, а после отправим его. Сейчас проверю сообщение. Если получится. Простите, что начал рановато, если что. Надеюсь, все подтянулись. С работой XML-HTP-реквест можно проверить, например, на публичном API сервисе FliHR для фотографий, так как там довольно просто, без авторизации, можно получить список публичных фотографий с точки храм-данных. То есть, если мы отправим get-запрос по указанному браузере, мы получим сразу JSON с элементов, у которого будет в заголовках именно фотографий и ссылки на превью этих фотографий. Можно попробовать позже открыть прямо в браузере и посмотреть, что срабатывает без каких-то дополнительных инвестиций. Собственно, как отправить описанный запрос с определенной нами функцией, которую показали ранее? Мы передадим URL, предложенный URL к интерфейсу, к публичному интерфейсу сервисов FliHR и выполним запрос. Обработки статуса дан, когда запрос выполнился, обрабатывается еще и состояние, когда получены заголовки headers received и они также выводятся для отладки. Когда запрос уже выполнен, мы используем механизмы SEL чтобы строку JSON объекта встроенной функции JSON парт для того, чтобы обращаться напрямую к пляну, который у нас есть в этом JSON объекте. Например, как ранее было показано, в этом сообщении в JSON есть поле items, значение которого это массив со всеми элементами. Если мы передадим, обратимся к нему прямо по имени items из QML и передадим в модель, смотрю модель, то можно будет заполнить наше представление на основе этой модели. Собственно, можно использовать готовое представление ListView обернув его в объект селико-фликабл для того, чтобы была доступна прокрутка. и в качестве делегата указать готовый компонент thumbnail для отображения картинки. Реквестом Repress выполнить при запуске приложения. Попробуем как раз выполнить предложенный пример, то есть на QML стороне не обращаясь к C++ с помощью интерфейса XMLHTP request, обратимся к API Flickr и посмотрим, сможем ли мы получить элементы картинки и отправить их для отображения для ListView. Проверим для начала, что на браузере, например, предложенная API открывается и выдает нам ожидаемый JSON. Я нажимаю, открываю в своем браузере на десктопе, вижу, что действительно без авторизации мы получаем подборку картинок. Структура та, которая описана в примере. Попробуем создать новое приложение в нашем SDK и настроить проект для сборки на устройстве. создав тестовый проект, посмотрим шаблон, который предлагается на стороне SDK. В начальной странице определена First Page. Нажав F2 перейдем сразу к этой странице и можем видеть, что в шаблоне уже предупределен элемент Silica Flickable для прокрутки и у нас есть колонка, которая содержит заголовок и текстовое поле. Удалим эту колонку и воспользуемся тем кодом, который предлагается в примере. его можно также получить в листинге на степике на второй страничке. То есть на первой ссылке на презентацию, на второй листинге. Silica Flickable заменим полностью, поскольку у нас уже в примере она есть. И теперь нам требуется определить функцию request и проверить, что кланейл, который доступен в системе, подключен. Для начала проверим, что приложение собирается работать на устройстве. Установим метод deployer. Спасибо. 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 И сервизируем заново. Снова перейдем к FirstPage и снова скопируем или даже сначала попробуем готовый шаблон, а после заменим наш силик-фликабл. Выберем тип выпуск и настроим свойства теплое. Как видим сборка успешно выполняется. Проверим также, что инструмент KML Live для быстрого противоперывания включен. С ним будет удобнее менять KML составляющую. Для этого в вкладке проекта в настройках запуска установим галочку «Получение давления KML Live». После того, как приложение соберется, я перезапущу его, чтобы оно работало с KML Live. Приложение успешно запустилось. Сейчас попробую показать его на настоящем устройстве. Как видим, KML Live работает и мы получили заготовку приложения на устройстве. Если я нашу какие-то изменения и сохраняю файл в KML, то та часть, которая не требует пересборки, обновляется автоматически. Теперь попробуем, собственно, отобразить, который предлагается в примере. Берем силик-фликабл. Реализацию функции request мы еще не определяем. Определяем. Получаем ошибку, потому что нам неизвестен элемент thumbnail. Это элемент из библиотеки Nemo. Проверим точно, как правильно к нему обратиться. Смотрим документации. В принципе, нам нужен следующий импорт. Nemo. Добавим. Добавим. Перезапустим всякие приложения. После того, как мы запустили приложение, если нет уведомления о том, что KML LiveBench подключился, надо явно проверить, что он подключен. Так. Так. Получили, что ошибок сейчас нет. То есть, действительно, Nemo.sumlayer.import сработал, но нам нужно заполнить как-то, например, текст установим test, а модул установим 5. Модул для LISP. Посмотрим документацию на thumbnail, чтобы убедиться, что правильно определяем. Этот элемент содержит только картинку, свойством source, поэтому попробуем определить через image. 画 не grows too much. Убавим 600 мейлер. Добавим С 1-уno.sumlayer. ngм. zeigen. В качестве картинки попробуем установить какую-то картинку из готовых иконок. Например, мы получили 5 картинок, потому что модель равна 5, растянутых непропорционально. Для того, чтобы пропорционально отобразить, как упоминалось на прошлых вебинарах, установим тип заливки. В следующий случай перезапустим. Увидимся, что email live синхронизировался. Получили 5 элементов, или сколько нам нужно, допустим, 10. Теперь хотим получить те картинки, которые у нас доступны с Flickr. Для этого нам нужно определить реквест. Начнем его из предложенного примера, а также на степике. Как видим, здесь в шаблоне имя модель, имя view имеет идентификатор view. Надо убедиться, что у нас такой же. Да, модификатор view. И выполним запрос. Теперь после того, как компонент загрузится, наша модель должна измениться. и source мы будем брать не картинку из темы, а свойством media.m. К нему обратиться можно через модуль data. стандартное имя для обращения к модели из делегата. Media.m соответствует тому API, который отвечает Flickr. то есть items у нас содержит поле media, у которого свойство m это ссылка на картинку. Перезагрузим, смотрим, получается или нет. В отладке получаем, что хедер полученный и запрос выполнился, но получаем ошибку. Не можем обратиться к полю m. Проверим, что JSON, который с полю JSON items, которое мы хотим присвоить модели, действительно то, которое ожидается. Образим его в консоли. У нас ошибка парсинга происходит. Значит, нужно проверить response text. Смотрим, что дает response text. response text. Дает действительно тот запрос, который мы видели в браузере. Посмотрим на его структуру. Возможно, ошибка парсинга из-за дополнительных полей. Как видим, кроме самого JSON, мы получаем также и HTML заголовок. Если его обработать, то остальная часть — это JSON. Попробуем вступить в лоб и удалим заголовок по количеству строк. Заголовок содержит 7 строк. Попробуем, как это можно сделать попроще на стороне JavaScript. Смотрим на стороне JavaScript. Спасибо. Посмотрим. Метод substring. Получил вопрос. Не redirect, а redirect ли там с кодом? Попробовать HTTPS, чтобы получить сразу ответ. Сейчас проверим. Действительно redirect? Да, я видел. Попробую HTTPS. Спасибо. Судя по всему сработало, да, спасибо. Получили несколько картинок. Они асинхронно подгружаются. Также получаем, как видим, дополнительные ошибки к обращению к каким-то конкретным картинкам. Проверим, что они доступны из браузера, допустим. Браузер доступен, поэтому на стороне кликера нужно отдельно поразбираться, что за проблема доступа, но, я думаю, идею я передал. Попробуем другой пример, который я выложил на степике также, как готовое приложение. Называется demo reader.qml. Что он себе представляет? Я попробую воспроизвести в личную в этом же примере. Попробуем сделать читалку запросов, читалку сайтов, которая бы упрощала содержимое HTML страницы до пригодного для чтения, то есть без каких-то дополнительных элементов вроде таблиц, соседних колонок и подобного. Для этого мы воспользуемся публичным сервисом, который называется readability. Readability появился довольно давно и после этого разросся в более крупные проекты. Но изначальный проект открытый, который предложил алгоритм, как упростить запрашиваемую страницу до читаемой, он получил распространение множества портов. И несмотря на то, что на Qt сейчас я не нашел реализации этого алгоритма, можно воспользоваться публичным сервисом, в котором предоставлен порт на раз. Если посмотрим пример на GitHub, то это проект подобный Mozilla Readability или другим службам, например, как ReadMode Safari. При этом в одной из реализаций автор предложил демонстрационную страницу, где можно отправить любую существующую. Например, вот я подобрал новостную страницу операционной системе Aurora и упростить ее до пригодной для чтения. Как видим, получаем текст HTML-страничку довольно простого формата. Такую страничку на стороне Sailfish очень просто нарисовать даже без веб-движка с помощью текстерия, потому что HTML-текстерия поддерживает rich-текст формат, который представляет себя под множество HTML4. TextEdit, его свойства rich-текст, это под множество HTML4, судя по документации. Попробуем сделать подобное с помощью описанных инструментов. Для начала подготовим свойства с адресом. публичного сервиса, по которым будем обращаться. Как видим, он довольно простой, то есть он развернут на публичном сервису Heroku. И get-запросом, аргументом URL можно передать свой URL, получив ответ упрощенную страничку. Мы хотим отобразить нашу страничку также во Flickable, но при этом в поле TextEdit. Заменим предложенную с предыдущего примера Silica Flickable на нашу, где содержимое Silica Flickable будет колонка. Ее ширина будет фиксирована, а высота динамической. Высоту передадим для Silica Flickable для того, чтобы можно было выполнять прокрутку. И на весь экран будем ее показывать, а в колонке отобразим заголовок страницы с названием Reader, доступным для перевода. И поле TextEdit, тоже расположив на всю ширину с отступами, где текст форматом укажем RichText, то есть подможенство HTML4. Цвет текста укажем стандартные из темы белой. Поле установим только для чтения. OnLink Activated пока не будем обрабатывать. Попробуем в тексте указать сначала какую-то заготовку, например, Hello. Как видим, у нас есть заголовок Reader и сообщение Hello. Теперь мы ходим по загрузке компонент Uncompleted выполнить реквест, аналогичный предыдущему, но на нашу страничку, которая упрощает сложную обстраницу. Для этого снова определим функцию Request. При этом функция выполняет Get-запросы, а в качестве коллбека определим функцию, которая будет заполнять нашу TextArea. Тоже выделим в отдельную функцию эту логику, назовем ее OpenReadable и будем обращаться к нашей функции Request. При этом с пизинги к этому мы пока не работаем. В качестве коллбека мы укажем заполнение нашей TextArea. TextArea.Text.Request.Response.Text. А в качестве URL будем передавать сложенное из двух составляющих адрес. Адрес публичного сервиса, заканчивающийся на аргумент URL и наш произвольный URL. То есть у нас появилась функция OpenReadable, которая способна открыть простое представление любой веб-страницы. Попробуем при загрузке нашей страницы, компонентом Completed, вызвать эту функцию и передать ту страничку, которую мы проверяли, ту новостную страничку, которую мы проверяли. У нас есть новостная статья. Передадим ее адрес при открытии страницы. И заполним TextArea текст. Смотрим, что получится. Наша Hello-страничка заменяется на содержимое, которое мы видели в браузере работающей службы. То есть удобное для чтения. При этом мы видим, что ссылки подсвечиваются синим. Подобную логику нужно устранить на стороне компонентов системы. Попробуем решить ее через Workaround. Вместо того, чтобы присвоить Response Text для нашей TextArea, мы добавим следующий заголовок с логикой стиля. Мы стиль ссылок, и точнее цвет ссылок, будем устанавливать в соответствии с темой нашего оформления в системе. После этого сохраним код. Ссылки, обработанные в оброшенной страничке, должны подсвечиваться тем цветом, который у нас в базовой системе для ссылок. Для подсветки. Организуем также поле ввода, чтобы... А, нет, до поля ввода попробуем обрабатывать те ссылки, которые мы сейчас подсветили. У TextEdit есть свойство LinkActivated. Попробуем в консоли показывать, действительно ли отображается та ссылка, которую мы нажали. То есть вот сейчас я очищу вкладку, и если нажму на ссылку в Selfish OS, увидим, что, да, действительно у нас есть ссылка в Selfish OS. Дальше мы можем либо передать внешнему браузеру эту ссылку, что нам сейчас неинтересно, потому что мы хотим получать упрощенные ссылки, либо снова вызвать OpenReadable в нашу функцию для того, чтобы открыть ссылку. Перезагрузим страничку. Получим снова упрощенную страницу. Попробуем перейти на внутренние ссылки. Например, Selfish OS. Так, посмотрим, что я не нажал. Так, либо я промахиваюсь, либо LinkActivated не срабатывает. А, вот, да, промахивался. Получаем новую страничку. Точно так же поминялась открытая мобильная платформа. Кстати, переходим в другую страницу открытой мобильной платформы. Получаем описание странички упрощенной версии. Теперь, поскольку у нас здесь нет логики назад-вперед, попробуем ввести поле ввода, где мы явно можем указать произвольную страничку. Для этого возьмем два компонента, TextField и IconButton. TextField мы расположим сам внизу нашей странички и центрируем ее так, с помощью икорей вниз и с подступом справа, чтобы помещалась еще и иконка «Загрузить новую страничку». Расположим IconButton рядом, тоже внизу и справа. По нажатию на нашу IconButton с готовой иконкой из темы «Принять», мы будем открывать ссылку из поля ввода TextField, поставим подсказку Enter URL, если оно пусто, и предложим ту же самую статью, как пример. Сохраним результаты. Как видим, поле ввода появилось, но оно перекрывается нашим текстом. Для этого, чтобы обойти, это нужно в логике расположения нашего текста добавить дополнительный восток снизу на высоту поля ввода. А также проверить, что свойство клипа устанавливает true, то есть чтобы наша Silicon Flickable могла перекрываться в случае, если она загораживает какие-то другие элементы. То есть мы можем переходить на другие страницы, и если мы выключим при загрузке приложения открытие страниц по умолчанию, текст зафоткоженный Hello уберем, то при открытии страницы у нас будет пустое поле, при нажатии кнопки мы будем загружать наш текст. При этом, как мы видим, мгновенно выполняется загрузка в зависимости от качества соединения, и имеет смысл добавить так называемый бизнес-индикатор в анимацию того, что страничка грузится. Возьмем готовый из библиотеки Silicon бизнес-индикатор, расположим его ниже, чем наше поле, и будем его отображать только тогда, отображать по центру большое окошко, и только тогда, когда запрос еще выполняется. Для этого в логике нашего OpenReadable мы установим свойство running в true перед тем, как начать выполнять запрос, и свойство running в false, когда текстария мы уже отрисовали. Теперь, когда мы будем отрисовывать страничку, мы сначала получим бизнес-индикатор до того, как она отрисуется. Таким образом, мы получили читалку read-only версии веб-страниц. Это приложение доступно на степике с названием demo-reader.qml. Попробуем теперь поработать не с HTTP-запросами, а с WebSocket. Сначала на стороне клиента. Будем пользоваться публичным WebSocket сервером, эхо-сервер, который будет отвечать на то, что мы отправили. И возьмем заготовку Aurora DemoChart QML. А я попробую восстановить вручную для того, чтобы посмотреть, как это работает. Для начала убедимся, что мы добавили зависимость в наш SPEC, в наш YAML файл декларативной библиотеки для WebSocket. Проверим по предложенной документации. Нам нужно в YAML установить Q5 декларатив импорт WebSockets. и пересоберем предложение, чтобы проверить, что зависимости подключены. После этого мы можем нашей на QML составляющей вызывать импорт Qt WebSockets. Ждем, чтобы приложение заново упакуется, соберется и развернется на устройстве. Все, приложение запущено. Проверим, что QML Live синхронизирован. Подключим Qt WebSockets. И так, сообщение пропустил. Эмулятор, боюсь, что может подключиться. Простите, что плохо видно. Делал покрупнее. Выполним импорт Qt WebSockets. Видим, что ошибки нет при подключении. И создадим новую страничку, добавим, в которой определим специальный компонент для работы с чатом. Выполним добавить новый файл Qt QML Назовем его, например, установим Pages QML Pages Назовем его ChatView QML Добавим в проект и проверим, что его можно подключить. Например, удалим все составляющие, которые до этого проверяли. И Возьмем ChatView, который у нас определен в отдельной страничке. Видим, что не синхронизировано. Попробуем перезапустить приложение. И пересобрать. Теперь успешно ChatView подключено. И это пустой элемент. ChatView Определим UstView, который будет отображать нам входящие сообщения и служить прототипом приложения чата. У нас заготовка есть на степике. Расскажу про нее вкратце. Мы определили здесь несколько функций для работы с сообщениями, входящими от WebSocket. И также определили делегат, то есть то, как мы будем отображать наше сообщение. Это будет готовый лист item из библиотеки Silica, в котором будет как контекстное меню для работы с сообщениями, так и колонка с загрузкой сообщений в зависимости от текстового сообщения. Поэтому нам интересен компонент TextMessage. Он представляет собой элемент Label, где мы просто отображаем свойства ContactText. Сейчас не буду останавливаться подробнее на то, как работает эта заготовка. Подробнее расскажу, когда будут приходить сообщениями. наш SilicaFlicable. Установим колонку, которая теперь будет содержать подготовленный ChatView и прямоугольник с полем ввода, где мы будем отправлять на сообщение. То есть уже известно SilicaFlicable, в нем колонка и заготовка ChatView и заготовка поливода. Смотрим, как выглядит. Видим заголовок ChatClient, прямоугольник с полем ввода текстовых сообщений и предупреждение о том, что в заготовке мы уже определены логика для OakSocket, но он еще не определен. Определим его следующим образом. Наш WebSocket будет содержать в качестве URL сервер URL, который мы упоминали, echowebsockets.org будет включен по умолчанию, то есть мы будем включаться при запуске приложения и будет два обработчика. Одно, которое обрабатывает статус, наличие ошибок и прокручивает вниз наш ChatView и другое, которое будет работать на приеме текстового сообщения. Она будет вызывать готовую функцию costIncomingText для того, чтобы отправить новое сообщение. как видим заготовки постIncomingText мы в нашу модель отправляем новый JSON-объект с определенными типами, содержимым и информацией о пользователе. видим сообщение о том, что сокет успешно подключен, то есть мы успешно подключились к echo в сокет.org попробуем отправлять сообщение. Как видим, в отправленных мы отобразили наше исходящее сообщение hello и от сервера получили ответное сообщение hello с тем же текстом, что мы отправили. Таким образом можно использовать на стороне рабочей машины подготовить также сокет сервер, то есть пользоваться службой echo в сокет.org нашим собственным, который бы перенаправлял сообщение с нашим сервером. Для этого возьмем заготовку, которая на степике называется mywebsocket.server и также в Qt выполним следующую логику. Подключим вебсокеты в нашей системе среди десктоп установим вебсокет сервер и укажем, что при его инициализации в консоли выведем тот URL, на котором он работает и при подключении клиента мы будем во-первых добавлять в список клиентов в массив списка клиентов новый вебсокет, а во-вторых определим функцию, которая будет срабатывать на свойстве текст-месседж через сифт. То есть будем для каждого клиента обрабатывать текст-месседж через сифт выполнять следующую логику в exo депресс текст-месседж то же сообщение, которое мы получили изначально от клиента. Попробуем сначала его запустить локально. Как видим установили темный фон и картинку готовую картинку для приложения. В консоли мы получаем сообщение, что наш вебсокет работает по интерфейсу 27.01 с произвольным портом, который инститализировался. Попробуем сначала из консоли на десктопе обратиться к этому вебсокет серверу. Консоль утилиты готовы. Подключимся и напишем видим сообщение клиент подключен. Напишем сообщение тест. Получим ответ тест. То есть наш вебсокет сервер сейчас работает так же, как и наш вебсокет с .org. Теперь обновим его и делаем, чтобы он работал на том интерфейсе, который доступен в локальной сети, не только на внутреннем. мой локальный адрес 236. Проверим, что он работает и по интерфейсу локальной сети. Получили адрес 236. Включаемся по нему. Получаем ответ. То есть, поскольку это не внутренний интерфейс на устройстве, а внутренний интерфейс на локальной сети, устройством, в том числе и телефоном, тоже должны быть в локальной сети доступны доступен сервер. Попробуем к нему подключиться. Укажем в качестве адреса нееховом socket.org он наш локальный сервер. Проверяем. Получаем сообщение, что сокет открыт. Даем тест сообщения. Как видим, сервер повторяет сообщение. Теперь попробуем добавить следующую логику. Будем отправлять сообщение не только тому устройству, с которым мы приняли сообщение, но и всем остальным устройствам, которые к нам подключились. Для этого поменяем логики сервера обработчик при подключении клиента. У нас уже есть список client list и вместо того, чтобы отправлять send text message конкретному веб-сокету, который только что подключился, мы будем отправлять сообщение всем известным. Помните методы forEach и тем же самым методом send text message будем отправлять полученное сообщение. Проверим, что проверим, 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 логика работает и с одним устройством, то есть действительно сообщение отправляется в консольном клиенте. Попробуем теперь отправить сообщение с телефона и проверить, что работает также получение сообщения и в консоли этого же сообщения. Так, пока не получилось, перезапустим. Возможно, я неправильно сформировал список клиентов. Так, новый порт, переподключимся. и новый порт на устройстве. Получили входящее сообщение и на телефоне, и в консольном клиенте. Попробуем развернуть на еще одном устройстве это же приложение. Уберем другое устройство и запустим это же приложение. выполняется сборка. Перепроверим настройки устройства, что корректно указан ее IP-адрес и KML Live оттрат не будем использовать. Приложение возвращается и на второе устройство. Видим ошибку отправки отправим вручную чтобы не погружаться в графические настройки. Отправим собранный пакет вручную ПССАЖ. на соседнее устройство. Проверим настройки. IP-адрес 31-217. Спасибо. Приложение называется New Demo App. Установили приложение. Упустили. Видим, что оно также успешно подключено. Попробуем слушать на всех устройствах входящие сообщения. Как видим, на всех устройствах мы получили сообщения от нового, в том числе и консольным клиентам. На этом вебинар закончен. Мы можем обсудить какие-то вопросы. Я пропустил сообщение в чате, сейчас прочитаю. Вопрос такой. Происходят ли задержки при формировании обработки сигналов C++? Надо подумать, что имеется в виду. Действительно, мета-объектная система, которая имеется в Qt, она не бесплатная. То есть, если вы генерируете огромное количество объектов, Qt объектов, создаете, уничтожаете их в каком-то сложном алгоритме, то это даст свой выход. Но они удобны тем, что легче взаимодействовать с объектами. То есть, у нас уже тогда появляется отдельное понятие сообщения между объектами. И с этим работать легче, чем с коллбеками, например, в случае отладки ошибок и отслеживания времени жизни объектов. То есть, действительно, задержки могут происходить, но нужно смотреть на конкретном приложении, насколько они ущественны. Потому что, в целом, механизм сигналов-слотов очень богатый. И, да, за него приходится платить, но он очень удобен и выразительный. То есть, вся QML-составляющая построена поверх уже существующей мета-объектной системы. Надеюсь, я смог ответить. Еще столько больших данных можно предоставить. Имеет ли смысл самому дробить данные? И есть ли какие-то нюансы с передачей бинарных данных? Бинарные данные можно отправлять так же, как и текстовые. Единственное, что нужно убедиться, есть ли в текущей реализации веб-сокетов на QML стороне отправка бинарных данных. По-моему, она есть только на веб-совой стороне. Насколько большие объемы веб-сокетах с приложениями, которые передают, например, данные из датчиков, температуру, влажность и, например, камеры. Еще поверх веб-сокетов интерфейсов можно построить МКТТ-соединения веб-сап, более высокоуровневую логику, и обрабатывать, я бы сказал, множество соединений. То есть у меня нет ответа, какой тип приложений не подходит для реализации с веб-сокетами. Но в целом они легче, чем HTTP-соединения для определенных задач, потому что у нас имеется полный дуплекс, и легче связываться с клиентом, который подключен к HTTP-соединению. Вот, надеюсь, ответил. Действительно, а вот уточнение от Кирилла, спасибо. Разом передавались, передавался многогибатный бинарник, испытывали проблему. То есть в лоб, да, наверное, применять не стоит для любых задач, но я бы сказал, что я видел, что их используют для синхронизации сцен с множеством клиентов. Вот, например, чаты или, например, какие-то текстовые редакторы, где нужно отображать несколько курсоров отраженных пользователей подобные приложения. Возвращаясь к вопросу про системные функции Linux. Да, системные функции Linux доступны в C-интерфейсах. Они очень легко интегрируются на стороне C++, выше оборачиваются в Qt с сигналами, слотами и выше в QML. Собственно, весь интерфейс и логика операционной системы, как мер, как Sailfish, так и Aurora OS, она так и построена. То есть у нас есть механизм операционной системы, в них строится кроссплатформенная Qt-реализация, и дальше мы с интерфейсами работаем уже на QML-стороне. То есть так и происходит в Aurora OS, Sailfish, Mer и во всех системах в основе Linux Qt. Пока вопросов нет еще, могу дополнить, что, например, можно напрямую, конечно, работать с системозависимыми файлами, например, с Linux-интерфейсами файл, но у нас есть уже обертка в Qt-файл, которая в свою очередь обращается к Linux-интерфейсам. И нам об этом заботиться, в принципе, не нужно. То есть обращаться к файлу, и там есть нужный намет. Там есть для работы с директорами, в Mutex есть в Qt уже, в Ximafor есть в Qt. То есть очень много системных интерфейсов уже обернуто. Если не обернуто, то можно предложить их, законфибуировать, чтобы они были доступны. Как Кирилл уточняет, как работать с нативными сокетами? Веб-сокеты попробуем сейчас на ходу показать пример. В целом, изначально обратимся к документации. Qt веб-сокет сервер. В самой документации Qt, которая для нас актуальна, мы можем посмотреть, как реализован сокет сервер на плюсовой стороне, где в том числе можно реализовать бинарную передачу. В профайле мы укажем, что зависим из инкломиси библиотекой веб-сокетс. В Qt в заголовочном файле сервера мы из ключевых моментов в приватном поле создадим наш веб-сокет сервер. И список клиентов объявим как кьюрист с объектами Qwap-сокет. То есть очень-очень похоже на то, что декларативно описываются фирмы. Объявим наши методы обработчики нужных нам сигналов, то есть обработать текстовое сообщение, обработать бинарное сообщение. И посмотрим на реализацию на стороне с плюс-плюс файла. Например, сейчас загрузится. Binary Message. Соединим в новом стиле Qt сигнал Binary Message и Sift с нашим обработчиком. Процесс Binary Message. Посмотрим на его реализацию. Просто Binary Message принимает на вход то, что отправляет сигнал Binary Message и Sift, а именно просто Byte Array. И обратившись к отправителю, то есть получив из внутреннего механизма Qt вызов метода Sender веб-сокет, мы можем ему в ответ вызвать Sender Binary Message и отправить нужное нам сообщение. То есть логика такая же, как работать с текстовыми данными, только есть метод Sender Binary Message, который принимает на вход Qbyte Array. Проверим, что в QML он недоступен. WebSocket Server. Вот, вот, WebSocket Server в QML. Видим, что Sender Binary Message метода нет. Здесь только... А, нет, не сервер, а клиент. WebSocket. WebSocket. Есть, кстати говоря, зависимость от версии. Ильяна Путу, то есть она даже наружу вынесена, то есть можно в QML сразу заправлять динамное сообщение, только попозже появилась. Поэтому в нашем случае мы можем подобную же штуку нашей собственной реализации вынести наружу в QML. Но этот метод появится в следующих всех Qt. То есть логика такая же, как работать с текстовыми данными. Так, пропустил сообщение. Вопрос. Чтобы работать с WebSocket-ами и стандартным пользователем с ним, нужно ли писать, что писать, или уже есть само WebSocket-е? Например, собственно, насколько я понимаю, есть, потому что WebSocket наследится, по-моему, от ESP-сокета. И сейчас посмотрим. Qt. WebSocket. Вот. C++ класса. Да, у нас следует цару от Qt abstract socket. Поэтому вся та же логика, которая с TCP-сокетом имеет смысл, и DP-сокетом, и IODEI, девайсом в Qt, таким как файл, она может выполняться аналогично. Так, пропустил сообщение. Так, спасибо, Кирилл. Он также выложил ссылку в чате. Я прикреплю ее, обновлю в степи, к примеру. Более подробной реализации чата, на который я сейчас восстанавливался, где можно, где уже показано, как наружу вывести в QML-ресторону send binary data для нашей версии Qt. И в целом последовательно показано, как вообще нарисовать подобную вьюшку и отправлять в том числе бинарные сообщения, например, картинки. Исторон, кричит вот , есть ли голосовой эхо-сервер в целом нужно поискать публичные сервера это вопрос к конкретной компании которые его сделали но логика на основе эхо-сервера существующего можно реализовать и голосовой реализуем кнопочку где пока мы ее держим записывается голос после этого отпускаем и мы получаем файл с аудиозаписью, это бинарный файл мы отправляем его серверу и он может всем разослать это же голосовое сообщение, то есть можно подходить к голосовым записям просто как обычно файликом в формате WAV или OGG или FLAG и просто на стороне клиента воспроизводить автоматически при необходимости например при прикладывании к уху устройства у нас есть интерфейс, который позволяет работать например с датчиком приближения или там ну то есть повторять логику как в существующих устройствах в существующих клиентах воспроизводятся голосовые сообщения также можно поверх фубсокетов например на основе MQTT или напрямую реализовать собственный сервер который бы при этом две стороны отправлял те голосовые данные которые не сохраняются в файла напрямую идут и воспроизводятся с одного устройства на другое и наоборот да да вот спасибо за уточнение поскольку у нас полный дуплекс мы можем в обе стороны отправлять текстовое сообщение интерфейсы для Qt в этом для этого и есть называется Q Audio Device если я не помню в Qt Multimedia в модуле можно поподробнее поискать по этому поводу то есть можно сразу байт отправлять на наш вебсокет с какого-нибудь аудиоустройства а на приемной стороне сразу воспроизводить то есть ну по этому поводу наверное стоит заранее ну отдельно подготовиться и показать но логика довольно простая получили дефолтное устройство вот спасибо Кирилл Q Audio Pro есть класс получили стандартное звуковое устройство перенаправили вывод в вебсокет на приемной стороне со входа отправили на звуковое устройство с помощью Qt Multimedia чтобы оно воспроизводилось если речь идет уже не об общении двух человек да а в каком голосовой конференции на большее количество человек то peer-to-peer сложную логику в принципе наверное можно как-то реализовать но в существующих решениях например GTS уже используется мультипиксирование ну в общем тут вопрос алгоритмов как лучше как эффективнее эту сеть передавать звук когда участвуют в конференции больше двух человек спасибо Кирилл подсказывает что в университете Иннополис есть проекты где как раз студенты видео и аудио конференции реализуют по веб-сокетам в принципе вот подытоживая насчет веб-сокетов его плюс в том что получаешь полный дуплекс в браузерах то есть есть конечно и множество других протоколов там и поверх UDP работают и поверх TCP но если хочется реализовать приложение которое бы работало там не только нативно на десктопах и каких-то еще встраиваемых платформах но и допустим в браузерах то веб-сокет может подойти просто потому что его стандарт принял в отрице и он будет поддерживаться браузером то есть не нужно будет поставить какой-нибудь модуль для расширения для браузера чтобы работать в нем если рассматривать браузер тоже как платформу как отдельную платформу по поводу кстати вот возвращаясь к теме передачи аудио-видео есть еще протокол в RTC специально для реал-тайм коммуникаций в нем правда построена абстракция для того чтобы обходя сложные сетевые структуры двум компьютерам соединяться между собой и общаться но там нет логики для инициализации соединения то есть она остается на стороне того кто создает приложение и многие современные платформы там Jitsi AppearIn они по-моему переобменовались в RBI и подобные используют в RTC но только как заготовку поверх него реализуют конференции вот а как раз таки для инициализации в том числе наверное можно WebSocket и HTTP использовать если вопросов нет наверное можно подихоньку закругляться подожду минутку и буду заканчивать конференцию спасибо всем кто присоединился простите за заминки с отображением устройств